Знаете, я, честно говоря, когда говорили «открывает, открывает», я даже не представлял, какого уровня качества, какого уровня организации. Ну просто, знаете, даже какая-то белая зависть, что в принципе в моем детстве таких площадок не было. И, скажем так, сегодня Днепропетровск дает пример всем остальным городам Украины, в том числе Киеву, столице нашей, так сказать, Родины, чтобы смотрели, как люди, как органично работает власть, благотворительные организации и частные инициативные люди в лице руководства баскетбольного клуба Днеп. Это хороший пример, это самая реальная формула. Я думаю, что для баскетбола это будет хорошая, знаете, как модель для того, чтобы сделать такие площадки по всей стране. Мы каждый год обязательно что-то пробуем в Днепропетровске. Днепропетровск в любом случае сегодня один из важных центров баскетбола Украины уже. Конечно же, мы готовимся, вот я сейчас следующую неделю и, в общем, до 18 декабря буду заниматься тем, что готовить презентацию, готовить все документы для того, чтобы выиграть чемпионат Европы в 2015 году. Ну и естественно, что Днепропетровск у нас главный город. На сегодняшний день в Днепропетровске существует арена «Метеор», которая, пожалуй, одна, может сегодня, ну, при там небольшом кайлице вложении ремонт, и ремонте может претендовать полноценно принимать любой чемпионат. Любой чемпионат, и групповую часть турнира, и полуфиналы, и даже финалы. Поэтому Днепропетровск у нас, конечно же, самая такая вот баскетбольная точка на карте Украины, к которой мы очень надеемся, очень много ребят у нас в Днепропетровской школе, в сборных, играет во всех возрастах, и это как бы такая вот базовый город для нас в плане баскетбола. Я скажу так, я максималист по натуре, я люблю выигрывать, и мы сделаем все, чтобы выиграть. Все сделаем, чтобы выиграть. Конечно же, гарантировать нельзя, я не могу сказать сегодня, что мы 100%, у нас действительно очень серьезные конкуренты, вы знаете, что такое Западная Европа, когда они лоббируют свои интересы, но я думаю, что у нас есть возможности реально, серьезно побороться и получить этот чемпионат. Я думаю, что есть время, есть партнеры, есть заинтересованные, есть амбиции в нашей стране, и хорошие, здоровые амбиции, которые, ну в общем, я скажу, что, что такое инфраструктура баскетбольная, это же не только баскетбол, это инфраструктура, это залы, это культура, это для всех видов спорта, для социальной жизни городов, это прекрасные залы, и в общем-то совсем другой уровень, скажем, жизни социальной. Поэтому я думаю, что как раз, кто будет принимать решения, будут стоять перед выбором, новое государство, новая страна, амбициозная, которая хочет поднять и вложить в инфраструктуру развития баскетбола и спорта, или старые страны, я имею в виду, ну условно старая Европа, которая уже все построена, все есть, просто проведение чемпионата, что выгоднее будет функционерам от ФИБа? На мой взгляд, выгоднее, в этом наше преимущество, выгоднее, конечно же, чтобы на карте получилась еще одна страна баскетбольная с хорошей современной инфраструктурой. Государство в лице президента полностью поддерживает, я несколько раз встречался, сейчас мы уже будем писать все гарантийные письма со всех структур, которые будут нам помогать, и поэтому я думаю, что в этом плане у нас эти сатылы серьезно прикрыты. Ну, я скажу вам, вот абсолютно на самом высоком уровне, вот я всегда, знаете, я часто бываю в Америке, и там бывает так, что вот смотрю на площадке, так и думаю, господи, ну почему же мы не можем, и сейчас я смотрю, что оказывается можем, оказывается можем, и хороший пример, если, я думаю, любой американец, кто вырос на площадке, придет и скажет, что может быть даже у вас и лучше. На самом деле, я думаю, мы присутствуем при историческом событии, что подразумевается, это то, что совместно с городскими властями, и с баскетбольным клубом, и с фондом солидарности, мы сделали эти площадки, то есть здесь слияние идет интересов и города, и спорта, и вот это благотворное сотрудничество, видите, во что вылилось, такие прекрасные площадки, я думаю, это не последнее наше начинание, то есть у нас уже есть две площадки здесь, две площадки у нас есть в профессиональной детской школе, и я думаю, на этом мы не остановимся. Есть еще очень много заброшенных площадок в школах, разумеется, их сразу сложно все охватить, и очень дорогостоящие вот эти все покрытия, не обещаю, что их мы сможем поставить в этих школах, но вот стойки, которые мы поставили совместно с Олимпийским комитетом в интернате номер один на Тополе, это с современными щитами, кольцами, то есть такая программа у нас есть, так мы будем дальше идти. А что касается современных оборудованных таких площадок, то если будут предоставлять место в городе, в других там парках, то я думаю, мы сможем продолжать инициативу развивать и строить эти площадки. Опять-таки, мы не хотим оставлять в стороне желающих других, кто хочет поучаствовать. У нас в городе очень много состоятельных успешных людей, поэтому дорога в эту инициативу открыта, не закрыта, пусть присоединяется, вкладывают свои деньги не только в строительство супермаркетов и домов, а и также в инфраструктуру города, в развитии спорта для детей, для молодежи. Ну, насчет сборной, то, что я получил травму спины, это моя, как сказать, давняя травма, она просто воспалилась, и я вынужден был поехать лечиться. Сейчас прошел курс реабилитации, курс лечения, сейчас чувствую себя хорошо, и не так давно, пару дней назад, начал тренироваться, и так совпало, что Кубок Украины по уличному баскетболу проводится в Днепре, я решил принять участие для себя, на свежем воздухе, ну и плюс поднять свои кондиции. Игроки моей команды, это мои одноклассники, которые учились вместе в школе, занимались баскетболом, знаем друг друга очень давно. Две игры уже сыграли, две выиграли, еще немножко, и финал, а там уже и Кубок. Наша команда в Днепр едет 29 лет в Литву, там у нас сборы будут проводиться, и будем же, конечно, болеть за наших, потому что в одном городе будем, у нас сборы, и в одном городе будут проходить игры чемпионата Европы, поэтому будем рядом, будем болеть за наших и смотреть. Могу сказать одно, что уровень подготовки очень высокий, и сборная сейчас все есть на очень высоком уровне, ничего не надо, кроме того, как тренироваться и играть, поэтому считаю, что очень хорошие шансы просто. Ну, я не могу оценить, так как я, да, и не могу сравнить, так как впервые, как бы, проводится, и впервые участвую, можно сказать, поэтому, ну, мне сейчас нравится, все знакомые, друзья приезжали, приехали из разных городов Украины, все друг друга знаем, ну, очень интересно, и супер. Мы свою команду организовали три года назад, когда началось только стритбольное движение, и федерация организовывалась, то есть мы, получается, сейчас второй раз выиграли чемпионат Украины, и заслужили возможность поехать в Москву на чемпионат мира. То есть сейчас, как бы, это, ну, можно сказать, подготовительный этап к финальной части в Москве. То есть вот этот кубок, который здесь проходит, мы снова собрались, потому что мы, как бы, сами играем, там, в разных командах все, сейчас мы собрались и готовимся, ну, хорошо выступить в Москве. В Москве турнир начинается 1 сентября, то есть три дня. Три дня, но один день там будет как представление, открытие турнира, то есть он не игровой, а три игровых дня. Сустав будет тот, который сейчас мы наигрываем, это Тора Пьюра, Балабан, то есть я, Севастьянов Алексей и Квитковский, слава. Вот мы этими игроками выиграли чемпионат Украины и поедем на чемпионат мира, а не официальный. Соперники есть всегда. Нет, сильные ребята сейчас просто в этом году очень много, ну, ребят хотят играть в уличный баскетбол. Это становится модным, ну, атрибутом молодежной жизни, как бы, поэтому в этом году была очень, очень конкуренция большая. То есть 16 команд было в финале, из них, ну, 12 команд было очень сильных, то есть не было там проходных игр никаких. И, то есть очень тяжело было пробиться. Каждый турнир мы хотим выигрывать, мы не зря приходим сюда, правильно? Ну, я думаю, что нас считают фаворитами, так как мы чемпионы Украины. Кроме них, есть еще несколько сильных команд. Команда Ростич, они уже третий год все время с нами тоже соперничают. Нет, они киевская команда, уже они прошлый чемпионат Украины выиграли, а в этом году мы выиграли, то есть тоже серьезная команда. Они здесь присутствуют. Вот, кстати, их игра идет, сейчас они играют. Потом команда из Харькова очень сильная, там Сарабаджи. Плюс там Днепропетровские ребята молодые, там Акулы, команда тоже хорошая. Ну, в принципе, есть команды, с которыми надо будет поиграть, побороться.